Сегодня мы будем тестировать вот такую фару, в которой установлено 4 светодиода. В процессе тестирования этой фары обнаружился интересный фокус, но об этом чуть позже. Значит заявленные характеристики такие. Мощность 40 Вт, 4 светодиода мощностью по 10 Вт. Какие именно светодиоды продавцы не пишут. Однако с вероятностью 99% можно сказать, что в данной фаре установлены светодиоды CREAXML. Дальше заявлено, что фара герметичная и материал корпуса алюминий. В данной фаре вместо отражателя установлены линзы. В продаже встречаются линзы с углом рассеивания в 10 градусов, это как бы дальний свет. И с углом рассеивания в 60 градусов, это как бы ближний свет, рабочий свет. В данной фаре установлены линзы в 60 градусов и у них более рассеянный и объемный свет. Также встречаются фары с комбинированными линзами. Например, по бокам будут линзы ближнего света, а в центре будут линзы дальнего света. Такие фары встречаются с разным количеством светодиодов. 2, 4, 6, 8 и так далее. Длинные фары с большим количеством светодиодов в простонародье называются люстрами. Однако я не советую покупать такие люстры с большим количеством светодиодов. Потому что если случится какая-то неисправность, из строя выйдет вся люстра и вы останетесь без света. И более практично делать люстру из нескольких блоков. Например, из фар с 4 или 6 светодиодами. Если с одной фары случится неисправность, то другие фары будут светить и вы не останетесь без света. Фара из Китая приехала с такой коробки, без каких-либо надписей или картинок. Внутри коробки фару по бокам защищали вот такие штуковины. Фара у меня абсолютно новая и даже не содрана защитная пленочка. В комплекте у фары идет поворотное двухточечное крепление. Сбоку задней части выходят провода питания, которые довольно толстые и внушают доверие. На проводах выполнен герметичный разъем. Значит вес фары примерно 1 кг 100 г. Корпус фара одновременно является и радиатором охлаждения. И это получается 250 г охлаждения на один светодиод. И в теории у этой фары должно быть хорошее охлаждение и она не должна перегреваться. Данные фары больше подходят для квадроциклов или внедорожных джипов. Ее конечно можно установить на гражданскую технику. Однако учтите, что светодиоды очень сильно слепят. И на дорогах общественного пользования данные фары можно использовать только когда нет встречного движения. А сейчас затестим фару и проверим сколько оживет, сколько прет. Здесь у меня мощный блок питания 24 вольта и 6 ампер. Понижающий стабилизатор в 15 ампер и цифровой вольтметр. Силу тока будем измерять вот таким китайским мультиметром, который тоже куплен на Алиэкспресс. Мультиметры стоят каких-то смешных денег и если вы будете покупать, то покупайте только со звуком. Со звуком гораздо удобнее искать в проводке короткое замыкание. Чтобы провода не перегибались и не ломались, я сделал вот такую петельку и закрепил стяжкой. Итак, врубаем, смотрим на показания прибора и они приблизительно составляют 2,3 ампера. Умножаем все это дело по формуле и получаем мощность фары в 30 ватт. Ну и где же заявленные 40 ватт? Получается, китайцы обманули? Давайте возьмем другой мультиметр, который стоит гораздо дороже и имеет даже серийный номер. Подключаем и видим, что также он показывает 2,3 ампера. То есть получается, дешевский китайский мультиметр нифига не урет. Но я не оставил это дело в покое и решил поиграться с напряжением. И вместо 13 вольт я сейчас дам фаре 9 вольт. Заметьте, что в районе 9 вольт фара начинает светить ярче. Также очень сильно подросли амперы и сейчас показывают 4,9 ампера. А теперь умножаем 9,1 вольта на 4,9 ампера. И получаем, что фара выдает 44 ватта. И как мы заметили, что на 9 вольтах фара стала светить ярче. Вот какие чудеса может творить 15 амперный понижающий регулируемый стабилизатор. Хотя я думаю, что вся фишка в драйвере этой фары, который установлен внутри. Заводской драйвер фары питается от 9 до 30 вольт. И похоже, самый пик мощности он выдает как раз на 9 вольтах. И кто смотрел ролик, где я тестировал много фар с помощью прибора люкс-метр, там эта фара показала 7500 люкс, что является очень хорошим результатом. Но тогда я фаре подавал питание 12 или 13 вольт. И то есть получается, что при 9 вольтах фара бы показала еще более лучший результат. А сейчас давайте посветим. Я, конечно, попытался настроить камеру на ночной режим. Но, возможно, не всю яркость и объем света сможет передать камера. У фары такой широкий пучок света с равномерной заливкой поверхности. Но вот видите, что от яркости света камера переключается в другой режим и затемняет картинку. Значит, сейчас вышел на улицу и посветим в гараже. Пучок света очень широкий и очень плавный, с хорошей засветкой по бокам. Мне нравится, как светит эта фара. Никаких резких гарник света и переходов. Все так очень плавно и равномерно. За качество света я этой фаре даю 4 с плюсом по 5-бальной шкале. Но вот я тут свечу уже минут 7-10 и фара только слегка нагрелась. А сейчас разберем эту фару и посмотрим, что внутри. Для этого мне потребуется шестигранник. Корпус фары состоит из множества деталей, причудливой формы. Прямо как космический корабль. У этой фары прямо, ну, очень много деталей. Прямо китайцев не узнать. Они обычно все минимизируют и упрощают. Снимаю защитное стекло. Здесь у нас виднеется силиконовая прокладка, на которой ложится защитное стекло. Дальше идет вот такая вот пластина. Это не отражатель, это просто элемент декорации. Ну, а здесь у нас идут линзы, которые устанавливаются прямо сверху светодиода. Под линзами находится плата управления, то есть драйвер, на которую припаяны светодиоды и под ними написано XML. И теперь с уверенностью можно сказать, что это светодиоды Кре-XML, либо Т6, либо О2. Данная фара очень неплохо светит, а это значит, что светодиоды хорошего качества. Кстати, драйвер здесь не сплошной, а выполнен в виде двух одинаковых элементов. Значит, выводы по этой фаре такие. Фара довольно хорошо светит, как по яркости, так и по качеству света. Фара имеет довольно большой вес корпуса, а это значит, хорошее охлаждение светодиодов. И в процессе тестирования фара практически не нагрелась. Как мы видим, фара полностью разборная, а это значит, можно проводить ремонтные работы. Многие светодиодные фары продаются неразборные, а значит, с их ремонтом возникнут проблемы. В целом, фара сделана очень добротно, китайцы не поскупились даже на толстые провода питания. У фары присутствуют поворотные крепежные элементы, а это значит, упрощается установка. Из минусов могу отметить, это тот же вес. Фара довольно тяжелая и не подойдет для установки на мотоцикл. Но зато прекрасно подойдет для джипа или квадроцикла. По сегодняшнему курсу доллара, фара в Китае стоит в районе 4000 рублей. На первый взгляд, это высокая цена. И если гнаться за халявой, то можно получить либо широпотребную фару, либо светодиод плохого качества. На все девайсы, про которые я тут болтал, я оставлю ссылки внизу ролика на ютубе на моем канале Максим Шувалов.